Новая жизнь этнографического салона. В Историко-Краеведческом музее города стартует ряд проектов, посвященных жизни наших предков. Первым стала выставка самоваров. На ней представлены экспонаты от старинных, работающих на углях, до современных электрических. Подробнее о них и о том, какие экскурсии предлагают сотрудники музея, далее. Подставляется, открывается краник, который называется ветка, заполняется чайник заварной и ставится для прогревания и для настаивания чая вот сюда, наверх самовара. Так всё и происходило в купеческих и крестьянских домах. Первые самовары в страну завёз Пётр I, затем они появились в каждом доме. Идея создания специализированной выставки у заведующей методическим сектором музея Светланы Бабич появилась на занятиях с детьми, когда выяснилось, что некоторые ребята видели самовары лишь на картинках. Выставка была создана исключительно из даров. Каждый предмет был передан музею жителями города. Таким же образом был воссоздан интерьер. Здесь появились занавески, скатерть и салфетки. Представлены самовары из латоней и меди, выполненные в форме полувазы, шара, яйца. Посетителям музея рассказывают историю появления этих предметов быта, принцип их работы. Так отдельно выставлены угольные самовары и электрические. Это вот жаровня, жаровая труба и тулово, в котором кипела вода. Мы открываем тоже и уже видим, что здесь никакой трубы нет, а что здесь уже находится спираль. Она нагревается электричеством. Особое место на выставке занимают декоративные экспонаты, выполненные в разных народных техниках. Музей шагает в ногу со временем, и в экспозицию добавили особый интерактив. Есть такая фишечка у нас небольшая, то, что мы предлагаем в обеденное время или в вечернее время, когда удобно. Тут к нам могут прийти коллективы, попить чай в этой атмосфере, то есть немножко сказки какой-то побывать. Выставка только начала свою работу и продлится до конца июля. Ксения Шулакова, Андрей Буслаков, Челны, 24.